Встреча с Балдачом Видеоэтюд, и вот наше собственное заседание, заседание будет посвящено так называемому сущности поэзии. Я напомню всем, чем я пытаюсь все время заниматься, я пытаюсь очень интересную вещь, наслаждение. Что же такое наслаждение? Наслаждение, когда нам чего-то очень приятно. И в основе этого понятия наслаждения всегда есть понятие наслаждения Платона, потому что Платон тоже, как и я, знал вкус возвращения. Он говорил, что все наслаждения делятся на чистые и делятся на чувственные. Чувственные наслаждения всегда опосредуны на подходящие их недоздачей. Для того, чтобы я наслаждался едой, я должен для этого страдать от голода. Для того, чтобы я наслаждался бытьем, я должен для этого страдать от жары. Вот так нам говорит Платон. Поэтому каждое чувственное наслаждение, оно опосредовано предшествующим ему страданием. Я наслаждаюсь в такой же мере, в какой бы ты этого страдал. Поэтому чувственные наслаждения не являются настоящими наслаждениями. Настоящими наслаждениями являются только, всего лишь у нас, эти наслаждения чистые. Нам и Платона не понять, но, например, он думал, что когда человек занимается математикой, у него с молчей геометрией, человек по-настоящему чисто наслаждается. Но вот в этом смысле можно сказать, что некоторые чистые наслаждения Платона это способ чистого отношения мысли с самим собой, то есть сознания с самим собой. Если сознание относится с самим собой, соотносится, то ему некая предыдущая недоздача не предшествует. Вот и в этом смысле можно говорить о неком специальном наслаждении сознания. О чистом, большом, настоящем. О полном. О полном, да, о полном. Но можно еще большое количество предикатов придумывать к этому. У нас есть действительно некий феномен, с которым я не прям навожусь. Это эстетическое наслаждение. То наслаждение, которое мы испытываем при чтении художественного романа, при просматривании фильма или что-либо еще. Какого-то рода наслаждения. Или в том числе и поэтическое наслаждение. И сегодня хочется эту тему немножко развить и постараться, как на основании теории Александра Балдачева, можно поработать будет с поэтическим наслаждением. Мы сегодня поговорим о сущности поэзии. Напомню, что о чем говорит Александр Балдачев, чему он насучен. И перейдешь на новую скупу. Он насучен, что есть понятие некой структуры. Структура, говорит Балдачев, это не есть некоторое взаимодействие. Ну, например, мы рисуем пять таких кружков. Каждый из них живет своей жизнью. Между собой они не взаимодействуют. Вместе с этим они образуют неплохую структуру. И мы об этой структуре можем говорить. Каким образом структура воздействует на каждую из частиц, представляется к высшей степени дискуссионным. И об этом я поговорю в следующий раз. То есть, когда мы будем уже говорить о физике непосредственно. Это с одной стороны. С другой стороны, вот этот самый кружок, который нам только и важен, он может быть не только пространственным, не только как частиц, находящийся в одном пространстве, так и упорядочен, ну, как кристалл. Но они могут быть упорядочены и во времени. Когда оказывается, что вот у нас есть как-то стрела времени, вот эти штуки, они друг за другом следуют в различном роде временах. И в этом случае общая структура, она будет распределенным объектом во времени. Он во времени будет растянут. Всякий раз мы находимся в какой-то определенной точке, мы видим только вот какую-то, как и в точке пространства, когда у нас была эта штука. Мы находимся тоже в какой-то точке. И мы думаем, что вот этот самый кружочек зачелкнутый, он является нашей сущностью. Но он не является нашей сущностью, он обретает свою сущность в отношении к своей структуре. Отдельный атом, скажем, металла, железа, он является атомом именно металла, только потому, что рядом с ним есть кристаллическая решетка железа. Так и во времени. Здесь у нас точно такая же ситуация была. Во времени не было. Поэтому, говорит, и он, поэтому Александр Балдачев вводит такое понятие, как темпоральная протяженность объекта. Как у атома есть его собственные размеры, вот такие маленькие. Но он принадлежит одновременно структуре, где у него есть минимальный шаг. Да, у атома железа, допустим. То это получается, что его как бы линейный размер структуры, он больше, чем, собственно, атома. Но только атом, вот в этом самом деле, он является атомом именно железа, как металла, только потому, что он находится в состоянии некоторой кристаллической решетки. Ну, допустим. Здесь точно такая же ситуация, мы говорим о некотором объекте, распределенном во времени. Мы сто раз об этом уже трепались и говорили, что у нас есть объекты разные, с большой разницей. И удавалось очень удачно поработать с остановками и принципами Хеллингера на этом пути. То есть вот эта самая гипотеза, различие хронального и парального времени является чрезвычайно многообещающей. Вот так. Какое это отношение, казалось бы, имеет к поэзии? А дело в том, дело в том, что я повторяю еще раз, что у нас любая поэзия, у нас получается это отношение с самим собой. Ну, что такое человек в хрональном мире, в обычном? Ну, представьте себе, некое существо, где у тебя здесь воздух, солнышко светит, да? Солнышко светит. Здесь у тебя есть некоторые глубины, у тебя есть там дно такое, вот такое красивое картинку. А теперь представьте такое вот существо, у которого вот такие глазки, вот такие ручки, все они под водой спрятаны, да, а вот глазки. И смотрит он только на туры вот этой поверхности воды, допустим. Туда и сюда. Он в этом мире живет. Понимаете, да? Он в этом мире вот так живет и вот таким образом существует. Мир для него как бы принципиально на двухмере. Он на поверхности воды. А на самом деле, вот он здесь глубоко, здесь у него такие ласты есть, он плавает, вверху солнышко. Но всего этого он не видит. Вот это дополнительное измерение, оно для него недоступно. По сути, одна из гипотез, что когда мы живем в хрональном времени, для нас весь этот многообразный мир в этом смысле недоступен. У нас объект является темпорально протяженным, он является длинным и большим. Но мы видим только его маленький кусочек, то, что называемое хрональное время. Для нас, прошлого для нас уже нет, будущего еще нет. Существует только настоящее. И никогда нам не дано ничто другое. Только настоящее. Настоящее, настоящее всякий раз. Но те вещи, которые нас определяют, то есть вот эту гипотезу надо понять, темпорально распределенного объекта, он распространен во всем мире. как бы. Только настоящее не точка? Возможно. Потому что мы тоже точно так же темпоральные объекты. Да, возможно. И поэтому у нас настоящая определенного рода тоже протяженность. Да, возможно. Я не отрицаю. И настоящее тоже определенного рода протяженность. Какой способ теперь здесь у сознания отнестись к самому себе или у человека как к темпоральному протяженному объекту? Да, практически никакой. Но он себя очень мало знает. Но тем не менее художественное творчество именно поэзия дает нам такого рода представление. Ведь что такое поэта? Поэзия, да? Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так, и схода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и все повторится, все как встать. Ночь, ведяная ряд канала, аптека, улица, фонарь. В этом стихотворении Блока очень трудно не узнать распределенную структуру. Что мы видим? Мы всякий раз находимся в какой-то точке, но мы одновременно, благодаря рифме, благодаря ритмике и благодаря замечательному повторению одного и того же в обратном порядке. Ночь, улица, аптека, бессмысленный тусклый свет. И потом опять в обратном порядке то же самое. Таким образом, у нас в поэзии происходит замечательное соотношение себя с самим собой. Вот получается. То есть поэзия – это способ дать в хрональном времени представление о себе как о темпоральном объекте. И именно этим поэзия занимается. Но казалось бы… А музыка? И музыка. Музыка тоже самое. И музыка. Ну что здесь, какое может быть сразу же первое возражение против вот этой интуиции, которую я так долго рассказывал? Эта интуиция, она может быть и состоит в том, что… А почему не барабанная дробь? Бац, бац, бац. Чем не представление тебе о темпоральном? Ну на самом деле, почему именно поэзией и с этим надо работать? Я просто не знаю, как с этим работать дальше еще. Не очень понимаю. Что секрет поэтичности? В чем отличие этого от барабанной дроби? От барабанной дроби он состоит в следующем, что ты именно стихотворении, как законченном художественном произведении. Ну вот хороший был пример, я его не выучил наизусть в суши. Ну вот из нашего бывшего участника семинаров такого замечательного петербургского поэта Антона Прозова. Вот у него Верилибром увлекаться на время. А я вот сегодня собирался выучить это стихотворение наизусть, но не выучил. Из Верилибром, ну там Верилибром это нету. Смотрите, то есть у тебя есть некоторое стихотворение, которое представляет из себя некую такую большую изначальную ценность. У тебя стихотворение и музыкальное произведение это то, что возвращает себя, позволяет, что каждое вот это событие, которое ты происходишь, каждое, что у тебя здесь происходит, ночью лица, ты находишься в станции ночью лица, фонарь, ты его возвращаешь в неком вот таком смысле, который представляет из себя некий намек или распределенный темпоральный объект. Вот в чем дело. Это распределенный темпоральный объект. В этом смысле можно сказать, поскольку мы все являемся на этих параметрах, что в поэзии и настоящей музыке мы соотношаемся с собой. Вот он, источник чистого платоновского наслаждения. Мы видим, что платоновская интуиция, обогащенная идеями Александра Балначева, приводит подобного рода вещи. Она приводит на самом деле к некоторым, мне кажется, достаточно правильным пониманиям поэзии. Но очень интересно узнать именно как работает с барабанной дробью. А потому что это структура, я говорю. Она определяет своей некоторой определенной служностью. Это не барабанная дробь. Это не простое, простое, абстрактное время. В этом смысле и музыка. В этом смысле и музыка. Здесь и предлагается к общему обсуждению понять на самом деле насколько так называемая повсня отличается от настоящей музыки. От классической. Она на самом деле отличается или нет? Вот я воздаю вопрос такой. Или это просто некоторая иллюзия? Я хочу обратить внимание, что все почитают, слушают музыку и читают стихи, по всей видимости. Все наслаждаются стилем. Не важно, в чем написана книга, важно, как она написана. По той простой причине, что всем хочется находиться в неком отношении с самим собой. Ну, в самом деле, музыка, например, у нас эстрада сопровождает каждый наш шаг, каждую жизнь. В автомобиле, в кафе, в офисе, или либо еще. Но, тем не менее, мне представляется, есть интуитивная некоторая ситуация, ясна, если не очень не могу работать, на том, что надо качественно поработать, что по большому счету эстрадная музыка часто имеет дело именно к отношению к барабанной дроби, то есть она протез, она суррогат определенного рода искусства, потому что она более доступна. Ну, вот возьмите Болеро Равелли, там одна и та же тема, там на протяжении 20 минут учить по-разному, и она как бы представляет собой законченное состояние. Мы понимаем, что мы здесь имеем дело с одним собой, как с этим протяженным тепаральным объектом, который вот так нам в музыке и в искусстве дан. То есть вот это, я предспоминаю, мужика с ластами, который по поверхности глаза не водит, мы вот так и живем как в качестве этого мужика ласт с ластами. Благодаря искусству и поэзии мы имеем некоторое отношение с самим собой в неком дополнительном измерении. В том, что Александр Балдачев совершенно правильно называет тепоральностью. Ну, что ты не привел какого-то мужика с ластами, когда есть замечательный пример у Платона мифы о пещере? Да. Там двоя аналогия там полностью проходит. Возможно, возможно. Очень похоже, надо подумать. Так и Александр Балдачев использует этот миф о пещере для того, чтобы пояснять свои аналогичные вещи. Он более сложный пример, чем мужик с ластами. Мужик с ластами просто у него ласты, глаза и солнышко. Он в поверхности плавает. Просто то, что ты называешь соотношение с самим собой, это же на самом деле можно определить более просто как переживание. Потому что переживание не есть нечто простое такое, как кажется. Просто переживание уже есть некое соотношение. Так вот, не думаю, что так, кстати, просто, что поэзия отличается от переживания. Потому что и музыку мы переживаем. Переживая, ты переживая, мы многое переживаем. Если я кипятком ошпарю, я тоже буду переживать. Тоже будут переживания. Я просто сам факт сам... сама структура переживание она именно такого как ты описываешь она не описывается недостатками и предыдущий если мы говорим допустим о потребности в эту потребность всегда писать с неким предшествующим ему недостатка прежде как ты приводил пример из плату жаждущий наслаждается питьем голодающий наслаждается еду это всегда нужен некий контраст для того чтобы почувствовать наслаждение а вот переживание да ну как раз по-другому структурировал переживание уже может присутствовать вся полнота того что она не требуется где-то какая-то предпредшествующая какой-нибудь контраст переживание живет как-то по-другому не нужно ли здесь действительно вот это тельное соотношение собой не проще ли просто сказать переживание дуб самое интересное переживание опять же это временной к округе но переживаний то не племя político коротко некоторые промежутокSP будет и навесом передулись и переживание если здесь по это поэтому поэтому говоришь переживание и поэзии это торжестные вещи я вы не seco я так и не говорю что переживание полюсит характер стоять что то что поезь называется наслаждением разряду понятия переживания все твои конструкторы поводу какого соотношения со вами собой а их мы можем просто погрузить в более простую конструкцию, которая называется переживание. И музыку мы переживаем, и поэзию мы переживаем. Мы, понятно, переживаем. Мы барабанную дробь переживаем. Барабанная дробь нам не дает этого. Она чем-то захватывает, потому что знаешь, что в следующий раз что-то будет. Но она нам не дает отношения с собой как с неправильным объектом. Не дает. В поэзии чего какой-то смысл уже похож? Да, да. Так ты работаешь со смыслом, конечно. Ты со смыслом, ты уберешь и разворачиваешь. Вот здесь тебе же ночью, улица, фанарь, аптека. Ты работаешь с конкретным смыслом, вот оно закончено и возвращается к самому себе. Как с этим работать, я не очень понимаю, но безусловно так. Вот опять надо было мне лучше подготовиться. Тут просто факт, в чем состоит? К чему я так все клоню? Просто сама переживание, возможность переживания, оно базируется на еще более фундаментальные вещи. То, что называется сознание. Вообще говоря, понятие переживания, оно не оторвано от всего остального. Оно на самом деле фундируется на понятии сознания. Потому что именно сознание, благодаря сознанию и тому, что оно стоит как бы во времени, во внутреннем времени, возможно переживание. И как раз именно то наслаждение, о котором ты говоришь, оно лишенное изъяна, оно как раз именно есть наслаждение, которое достигается в сознании. То есть сознание, переживая в чем-то, то есть сохраняя себя в этом движении, оно как бы наслаждается. Потому что к этому же относятся все разговоры, связанные с бытием. Бытие это тоже, согласно Хаде, это тоже некое переживание. И все наши переживания, есть переживание бытия. Да, но я-то вот как раз сегодня это говорю прямо противоположную вещь. Я-то говорю, что в сущности искусства, быть может, стоит совсем необязательно переживание просто бытия. Но ведь на самом деле, да, экзистенциализм, не просто, какого-то, у тебя есть какое-то яркое переживание, всякий область. Говорят, что такое постиндустриальное общество? Это общество переживания. То есть где ты какие-то эмоции, чувства, вышел нагрел, ах, поел в ресторане, ох, и так далее. Где вот это такое количество, раньше человек заботился о том, чтобы поесть и одеться, скрыться от холода, а теперь он заботится о бахахах. Заметьте, что это же все вкладывается в сетку твоего рассуждения о том, что раньше он заботился о насущном, или некие потребности, ему нужно было долить голод, утолить жажду, а теперь как бы, когда все утолено. Я-то, я-то хочу сказать, что у нас ведь обычный экзистенциализм говорит, что о некотором переживании просто бытия. Вот у тебя есть некоторые события, ты переживаешь ничто иное, как собственное присутствие или собственное бытие. Это и есть наслаждение. То, что ты имеешь наслаждение, это и есть переживание собственное бытие. А у меня и несколько иначе сегодня получилось. У меня получилось то, что речь идет не о бытии, а идет о некоторой структуре, то есть о принадлежности к некой определенности или чтойности. Разница здесь, по-моему, есть фундаментальная. Не о переживании просто простого абстрактного бытия, или не простого и не абстрактного. А речь идет именно о переживании некой чтойности, то есть принадлежности себя к некой темперально распределенному объекту или структуре. Вот в чем дело. Но это странно. Во-первых, как можно переживать себя принадлежностью какой-то темпоральной усложненности? Как это можно переживать? Вот так поэзии можно, так поэзии можно переживать. Ясно, что мы не имеем дело с ее ритмикой, с ее рифмой и всем прочим, именно с темпоральным объектом. Нет, это все понятно. И в музыке точно так же. Может было бы проще сказать, на самом деле. Время везде присутствует и все наше бытие связано как-то со временем. Да, но опять-то я тебе могу сказать, что время это барабанная дробь. Именно с этой сложной структурой. Нет, все понятно, что время бывает тоже разное, бывает усложнено более. Время-время всегда, барабанная дробь. Но простая рифма и что-либо еще, не связанное, скажем, со смыслом и стихотворением, это всего лишь пародия на стихотворение, не имеющая отношения делать поэзию. Просто у тебя вот разница между, как ты говоришь, барабанной дробью и поэзией не очень непонятна. Потому что с точки зрения твоей изначальной структуры, что есть... Нет, я согласен, что у меня эти две вещи... Есть желание с изъяном, да, с предшествующими недостатками и желание без изъяна. А у меня как раз, поэтому здесь очень важно понимать, что речь идет не о принадлежности к некоторому бытию, не о принадлежности к текущему времени, то есть к той самой барабанной дробью, а именно, как к себе, как некая распределенная темпоральная идея. Ведь про барабанную дробь и про бытие я раньше всегда говорил. Я всегда говорил, что основание поэзии и взятие отношения с самим собой. В результате любого искусства оно лежит. Так у меня получалось всегда, когда я говорю об эстетии. Но сейчас я пытаюсь это обогатить благодаря Александру Балачеву неким новым объектом. Если раньше я все исходы искал в бытии, то теперь я ищу нечто в чтойности, но в темпоральной распределенной чтойности. Это все понятно, но не получается ли так, что то, что раньше ты называл бытие, сейчас ты просто называешь другими словами? Нет, не получается. Но потом, как ты вот сейчас здесь это отличишь, то, что ты раньше называл переживанием бытия, от того, что ты сейчас говоришь, от переживания какого-то темпорального объекта. Как ты это отличаешь? Ну как-то отличаю. Оба-то один и тот же? Не знаю. Я не знаю. Я не уверен, что один и тот же. Это надо доработать. Надо придумать какой-то большой косметик. Это понятно. Опыт всегда у нас один и тот же. У нас все меняется только в наших рассуждениях, только интерпретация плохо. Вот смотри, вот около тебя стоит мой любимый фикус. Я его очень люблю, я по поводу него что-то переживаю. Но это не поэтическое переживание. Нет. И понятное дело, что поэтическое переживание отличается от барабанной дроби, переживания еды. Нет, переживание этого фикуса, оно как бы… Ну и тем не менее… Возвращение любимого фикуса у девушки не из поэзии. Да и все понятно. Только точно так же, как бы, много чего можно переживать темпорального, неотносящего своего поэзии. Просто вопрос здесь не идет о том, что… По темпоральностью ты понимаешь, когда нет необходимости, нужды в этом нет? Нет, по темпоральностью это объясняется вот такая структура, распределенная во времени. Просто распределенная во времени. Ну как у тебя кристалл? У тебя это некоторые объекты распределенные в пространстве. А что распределенная во времени? Сознание? Структура. Ну вот ты, например, ну как тебе, как тебе? Я распределенная во времени. Ну мелодия, мелодия. Нет, мелодия. А я это что? Ну, например, ты являешься членом своего рода. Вот есть некий объект, распределенный во времени. Ну это более сложный пример, Валя. Любая мелодия, она не в пространстве находится, она во времени. Да, потому что ты всегда не решаешься... В пространстве одна, а там несколько но. Да, ты видишь ноту, и я угадаю эту мелодию по твоему ноту. А на самом деле у тебя вот такая... Мелодия, она живая. Каждая нота обозначает свое значение только принадлежности к некой паральной структуре. Ростянутой во времени. Эти объекты, они будут очень большие. То есть у нас были объекты, я так разбираю... Но здесь просто симметричность. Пространство есть в протяжении? Есть. Представьте, что время это некое тоже своеобразное пространство, в котором есть понятие протяженности. Только во времени теперь. Это темпоральность. Темпоральность, да. То есть... Мелодия... Объект, который в пространстве не распределен никак, а он распределен полностью во времени. И у него вся сложность, у него вся структура, она только во времени представлена. Игорь говорит, что вот именно на таких объектах надо основать понятие наслаждения в поэзии. А я говорю, что на самом деле, как бы, это, по-моему, большее усложнение, чем то, что раньше говорилось по поводу переживания бытия. Потому что как бы слова новые добавлены, а смысла нет. Только смотри, у тебя же может быть какая-нибудь такая поэзия, которая не принесет наслаждения, хотя там будет темпоральность. Ну, она своеобразно перенесет, почему нет. Да, есть поэзия, барабанная дробь. Барабанная дробь там же в воде тоже есть темпоральность. Дын-тын-ды-дын, тын-ды-дын, тын-ды-дын, тын-ды-дын. Но это как бы не поэзияческое все-таки для общества как таковое. Почему? Потому что она, грубо говоря, тебе задает некоторую структуру времени. Почему? Кому-то может быть... Да. Но не задает структуру тебя как никакого правильного объекта. А там вот эти правильные объекты, блин, у меня слов мало и возможностей мало, я с ним работать особо не могу. Там ходишь, бормочешь, маменька, маменька, а она в ответ тебе катманду, катманду, ну и так далее. Давайте все-таки как и к логике вернемся. Это все понятно, твои как бы рассуждения. Давайте к логике вернемся. В чем состоит твоя логика? Отдельно тут все-таки присутствует наслаждение, потому что наслаждаться можешь не только поесть. Наслаждаться можешь чем угодно. Фикусом. У тебя на самом деле есть отдельно понятие временной объект, отдельно понятие наслаждения. И почему-то они у тебя синтезировались, и это непонятно. Ты одно к другому привел непонятным образом. Это не ясно совершенно. Тем более, что когда я говорил о переживании, то в моем понимании переживание точно так же описывает. Потому что действительно есть переживание поэзии, а есть переживание всякого рода. Фикуса, есть переживание фикуса. Ну всего, переживание всего остального. Вот когда я переживаю фикус, я переживаю нераспределенным себя. Ну понятно. А и когда я наслаждаюсь точно так же чем-то не поэзией, а не знаю, чем-то другим, спортивным занятием, я точно так же наслаждаюсь чем-то другим, понимаешь? Не поэзией. Да. То есть у тебя получается, что ты не объяснил, в чем конкретность наслаждения, которая относится именно к поэзии. Конечно, надо не просто сказать, что в поэзии есть наслаждение, а нужно объяснить, в чем оно отличается от других видов наслаждения. Потому что много других видов наслаждения, помимо удовольствия, которое мы получаем от недостатка. А когда восполняем, это недостаток. Я раньше говорил, что в поэзии язык относится самим собой. А я утверждаю, что в переживании мы всегда самим собой. Всё такое, что вы говорили, что чистое наслаждение, это как бы наслаждение сознания. Получилось вот так. По-своему сказал, но я так так. И у него поэзия как пример для чистого наслаждения. То есть когда у тебя нет нужды, это только в сознании может происхать. Правильно? Нет. Это всё понятно, что когда нет нужды, происходит сознание. То есть почему всегда вообще поэзия? Тогда остаётся здесь метафизика, и нет никакой эстетики. Ты говоришь про то, что наслаждение достигается в сознании. И все остальное, что не является продуктом предшествующего недостатка, все является наслаждением, которое достигается в сознании. И я утверждаю, что оно каким образом достигается сознание? Именно переживание, на уровне переживания. Почему там мышление может быть, что угодно. Именно сознание, все работает. Твое понимание сознания... Что такое наслаждение? Наслаждение, еще раз говорю, это не мысль о наслаждении. Это некое событие, которое с нами в событии происходит. Как ощущение, понимаешь? Только это не ощущение внешнее, а это внутреннее ощущение. Это и есть переживание. Когда мы говорим о наслаждении, то мы не можем сюда мышление привлечь. Почему? Потому что это событие именно переживательного характера. Поэтому слово переживание полностью характеризует все, что о чем-нибудь можно сказать здесь. Зачем придумывать здесь какую-то новую терминологию? Если ты придумываешь новую терминологию, значит ты должен объяснить, чем она отличается от предыдущей, и объяснить, допустим, как вот здесь вот заявлено, что в чем специфика, допустим, поэтического наслаждения. Я не вижу специфики. Здесь просто сказано о том, что поэтическому наслаждению есть пример общего вот такого наслаждения без изъяны, без предшествующего недостатка. Я это и раньше говорил. Я это и раньше говорил. А в чем специфика нынешнего, еще нового какого-то обсуждения? Специфика. А вот специфику я могу только еще раз повторить. Ты просто сказал, ну я понимаю, ты сказал, что вот есть Александр Балдачев, который придумал компорацию, и все. А потом сказал все, что я раньше говорил. Да, нет, нет, ну как сказать? Раньше у меня язык самим с собой соотносился. То есть речь все-таки шла об бытии я. Теперь речь идет о определенности. Слова поменялись, говорю, а смысл-то не поменялся? Ты никак не можешь смысл-то нам донести? Говоришь о том, что не готов. Я не могу, я говорю только интуиция. Я понимаю, что у тебя интуиция есть. Я согласен, что интуиция интересная. Только ее надо как-то развить. Да, с ней надо поработать, я не могу и просто пока что. Да, интересное наблюдение, конечно, что вот наслаждение связано с временем. Семпорально с временем. Ну понятно, что и время это надо определять. Я как бы сижу в точке, а поэзия, поэзия, меня как структура, отсылает меня ко мне, как в некое развелтое время. Да много что к тебе отсылает. Не только поэзия, музыка, много что. Ну музыка тоже. Спортивные занятия могут тебе отсылать. Ну почему? Это же тоже, в спорте ты тоже добиваешься некого наслаждения. Оно же недостатка. Ну почему? Ну обычно это недостатка. Почему? Я не понимаю. Ну почему? Есть понятие мышечного голода, я выжил там штангу столько-то раз. Ну и поэзию так и так можно понять. Сидит человек, ему надоело все вокруг, ему надо хоть что-нибудь новенького. И он берет, читает поэзию, потому что это нечто новенькое. Точно такой же недостаток. Но если мы так будем обсуждать это и все к психологическим сводить, тогда в психологическом смысле, конечно, не будет никакого чистого ничего. А все будет от недостатка. Вот есть какой-то недостаток. Надоело, типа просто заниматься, не знаю, трудом каким-то физическим, решил позаниматься трудом умственным, да? Занялся, допустим, изучать философию или поэзию. Ну а действительно, может быть так и есть, может быть действительно и есть. Ну а в самом деле, чем спорта, чем... Чем художественная гимнастика отличается от балета? Чем балет на льду отличается действительно от обычного балета? И что? Да. Чем это содержательно отличается? Ну не содержательно отличается. А как отличается? С балетом мы им делаем дело с искусством, а с художественной гимнастикой мы им делаем со спортом. Может быть эти девочки, которые там вот от обручки дают и с лентой выступают, тоже как-то наслаждаются. Это я не знаю, но это наслаждение другой и другой формы. Это другой формы. Сказать, что я когда на станке деталь точаю, тоже наслаждаюсь. Нет, но самое главное, что оно не недостатка, потому что ему не предшествует точно так же некий недостаток. Это не удаление голода и не удаление жертвы. Тем не менее, ясно же, что вот как, например, балет на льду, который мы знаем, как обычный балет на льду, меняется лишь пародий на балет, не больше. Они там делают... Ну это уже оценочные суждения. Я же чувствую, что мы все-таки пытаемся понять структуру, а не пытаемся к оценочной подойти. Можно, конечно, выставить какую-то иерархию, одну там более, цен на другом. Я вот вспомнил свой момент, Юм проводил, там как раз темпоральность, без наслаждения. Он сидел и рубил сучки, много-много часов, ну несколько часов, и получил чувство наслаждения от этого. От чего? Я не помню, какие он выводы из этого сделал. Он поставил эксперимент, сидел и рубил сучки просто, много-много часов. И вот именно, вот кстати, вот именно эта темпоральность приводит к удовольствию, наслаждению. Вот как выводы. А может быть, это пример. То есть, если ты в школе будешь делать... Медитация какая-то, повторение одного и того же, мантра какую-нибудь повторяешь, у него... Барабанная дробь, понятно. Барабанная дробь. Да, вот барабанная сучка. И если несколько часов фигачить барабанную дробь, то, может, уже дойдешь какой-то. Да. Получается, значит, твое понимание не относится конкретно только к физическому поезду. А у меня-то получается, что как раз барабанная дробь это одно, а поезда другое. Вот интуиция, это в этом состоит. А в общем различие ты нам не указал. А изысканная медитация, понимаешь, это как сказать? Сложная, да. Послушай, протестанты молятся дома в квартире, да, там это самое, все там по-быстрому, там. А православные, там храм нужен бог знает какой, алтарь золотой, там, и что папы там в рястах, вот им были изысканы. Да. Так и тут, понимаешь, барабанная дробь. А барабанная дробь, а барабанная дробь, а барабанная дробь, а другому, особенно нищих духов, им нужно обязательно мандельштамт. Никак-то так. То есть более изысканная просто. Так, а у вас слово темпоральность? Темпоральность это корень темпо, да, или как ритм, что ли, или как холис? Это у Балдачева такой, да. Он различает, темпоральное и хрональное. То есть получается хрональное и темпоральное, это фактически одно и то же, только разные корни, ну, в смысле, корень один только на разных языках? Нет, почему? Хронос это время на греческом, а темпус это время такое по-латински. Ну, тогда сейчас это одно и то же. Ну да, 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 просто вязал два таких параллета. Да нет, но он специально же использует разные термины, для того, чтобы разные вещи можно было бы зафиксировать. Здесь зафиксировано некое различие. Хрональное время это время, в котором мы измеряем нечто, да? А темпоральное время это время, в котором, ну, как бы сказать, в котором объекты, некие сложные объекты во времени растянуты. То есть это время объектное, можно сказать, а хрональное это время субъектное. но здесь на самом деле есть тонкая вещь это сейчас уже обсуждать не будем а я бы просто хотел заметить как и раньше уже часто замещал что что у игоря что у многовицы на есть одна проблема которой они почему-то не видят и не хотят видеть состоящий в том что они постоянно путают два года рассмотрения одно метафизическое другой эстетическое потому что всякий раз они поскольку подделывают некое построение это физическое а потом выводы делают почему-то и статически казалось бы надо было сохранять некий уровень то есть мы строим нечто в метафизическом плане твои выводы можно делать только метафизически если эти выводы продвигает дальше то есть эстетическую сферу там то есть эти сферы эти выводы требуются неким образом поправить векер пытается рассуждать о поэзии а все построение у него физически да промежуточных звенек никаких вот в этом состоит мне кажется вся проблема нынешнего поставим это чтобы довести метафизику прямо до поэзии нужно было бы еще какие-то посредствующие звенья высказать если их нет сейчас такой провал некий да как бы между чем-то что построено метафизически тем что как бы выводы высказан только эстетически в чем различие это физическое стичку прежде всего да вот так то что метафизически касается всех это некие общие высказывания которые относятся каждому безотносительно как бы их субъективных предпочтений там безносительно какие-то какой-то понятие воли там понять там желание и прочее я понимаю я просто хотел а эстетическое она связана конечно с этими предпочтениями свой из сны сопротивление водопроизволу это физическая она связана с тем как на самом деле даст некий необходимостью а 3 а эстетически она также связаны с произволом до с тем кто с некими предпочтениями нравится не нравится и прочее больше больше произвол больше свободы а метафизическое свободы это минимальности потому что мы описываем так как он есть описывает те структуры которые необходимым образом выявляя между ними для того чтобы одно привести к другому нужно много очень многие опосредствующие изменения когда вот мы я достоевскому метафизики достоевского сужали даже была проблема построение связанное с обслужение достоевского метафизическое а вы делаете эстетическое обрежуточек виничный там просто проблема была связана с форме до формы это физическая она необходимая форма форма эстетическая это некая форма производства до определенной степени произвольная и между ними на самом деле очень много опосредствующих сырости ступень также и здесь мне кажется в этом как бы как бы проблема не так все просто не так просто одном другому свести на самом деле делал у тебя здесь свободу есть так думать и ты говоришь об эстетике в эстетике должна проглядываться наша свобода где она здесь просто я рассказал некую метафизическую структуру и все а дальше то что где свобода где предпочтение не предпочтение где форма форма где то свободная форма я не знаю свобода где свободу меня это связано это с эстетикой всегда должна быть связано свободы у нас есть как у шкала от необходимости к свободе там мы когда говорим о науке когда говорим о природе все и речь идет о некой необходимости когда переходим в эстетику речь идет о свободе нету ты понимаешь у меня как раз свобода нету у меня наслаждение по приказу мы что-ли наслаждены да да у меня вот художественное произведение именно здесь то есть ты считаешь стихотворение и любой должен почувствовать сразу наслаждение да не любое я если я для меня стихотворение действительно как я достаточно хорошо владею русским языком достаточно стихотворение я у меня я про белую то провинто стихотворения и я буду думать наслаждаться мне наслаждаться �� я понимаю не у любой стихотворения ну нюбай то что является которые засыпали конечно не дуку поэтому есть не к этой некоторые вещи вещи которые то я напишу впечатления но по той простой причине что закат не производит в плейского я может exertion я нормально нормально гарнизованность совершенно уважительно вижу то закат или стихотворение Блока или Мандельштамма произойдет на неопочтение. Да, а стихотворение Пупкина какого-нибудь, которое сочинено как бы, но оно по форме стихотворения. Да, пародия на стихотворение, оно это произведет. Нет, ну это непонятно почему. Правильно, и поэтому говорится о предпочтении, не предпочтении, а воле там. Ну, я думаю, что как раз нет. Поэтому говоришь о свободе. Я-то как раз полагаю, что здесь, нет, я не могу выбирать, понимаешь? Если я состоялся в некий субъект, в некий субъект я состоялся вот такой, какой-то сложный такой, взял здоровенный субъект состоялся. Шкаф с полочками, книжечками. То у меня как бы, если будет на боте моего шкафа появляться какое-то политическое произведение, да, политическое произведение, то оно будет... То есть где-то как у собаки Павлова слюна будет выделяться? Как у собаки Павлова. Да, хорошая эстетика, знаешь, такая. Какое отношение к эстетике имеет, не очень понятно. Красота где? Они же творческие. Это и есть красота. Красота это то, что это выделение слюны, так сказать. Красота это нечто для тебя необходимое. У потребителя поэзии. Это штука необходимая, совершенно. Нет, самое интересное, что ты теперь запутался, ведь ты говорил о наслаждении без изъяна, без некого недостатка. А свел теперь, получается, наслаждение к некому потреблению, в смысле не этого же самого недостатка. Так, рефлексу ты свел. А какого? А почему я не рефлексу свел? Почему? Все гораздо сложнее. То есть ты по кругу как бы зациклился теперь? Нет, я здесь не свел так делал к рефлексу. Совершенно нет. Ну ты же понимаешь, что если ты, грубо говоря, чтобы наслаждаться доказательством сложной теоремы какой-то, да, математического предмета, ты должен эту математику знать вначале. И здесь точно так же, чтобы наслаждаться стихотворением Мандельштама, я должен быть уже, как субъект, весьма очень продвинут. Не, получается, подожди, это хорошее... А блаженный не щепюхом! А почему? Потому что они от песни, кого-то там, Децела какого-нибудь, да, испытывают больше наслаждения, чем я со своей продвинутостью. Не, это... От поэзии от симфонии Шнитке. Не, получается, смотри, у тебя получается, что темпорально, что ли, можно как-то наращивать? Я что-то не понимаю, но интенсивность-то разная. Конечно, конечно, можно назвать чуть-чуть темпоральность, да. Да, 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 да. Я могу быть достаточно сложным, и у нас действительно есть вот эти самые... Я их, наверное, Столпниками называл это люди. Вполне возможно, что люди донаращивали себе темпоральность в такой силе и сложности, что их уже живых нет давно, а темпоральности есть. Ты пришел куда-то, нашему любимому Никиту Столпника, помнишь? Пришел на место, померил там время и почувствовал. Да? Да, то есть вот это такая штука. Именно блаженный нищий духом, потому что им достаточно дроби барабанны. Достаточно им дроби барабанны. Когда получается квадрат Малевича, то есть той же, так сказать... Ну, квадрат Малевича-то вообще еще особо, можно об этом тоже порассуждать. Оно состоит в том, что современное, грубо говоря, так называемое актуальное искусство, оно вписано в определенного рода контекст. Контекст публицистики и чего-либо еще. Она вне этого контекста не существует. Он просто как сам по себе квадрат, он не является чем-то еще. Но поскольку он находится в неком культурном аспекте... Ну, вот наши, пусть и риот вот эти, они потанцевали-то. Мало ли кто чего там сделал в церкви. Мало ли чего. Но поскольку они оказались в этом... В актуальном контексте они являют собой произведение актуального искусства. И как это член, нарисованный почти тем же самым составом народа, что и в церкви на Литейном мосту. Он точно так же является... Да, ну, Толконникова он тоже рисовал. Тоже она является определенным родом художественной сказки. Но это другое. Другой смысл. Актуальное искусство, искусство это вещи несколько разные. Насколько разные, не знаю, Саш. Насколько разные, в самом деле. Насколько... Это не самостоятельное искусство получается. Да, оно получается не самостоятельное. Но ты поскольку находишься в неком культурном контексте. Это же вот Кельман являлся тому простому факту, что взяли, знаете, на его выставке. Не, ну, хорошо вот получилось. Кельман Мареевич не является самостоятельным разведением. Да, он... Нет. Вспомним вот этот более красивый пример. У Гельмана на выставке кто-то выложил. Значит, следующая вещь. То есть там были стаканы, всевозможные стопочки. И в них сверху вставлены аклизмы в форме. Аклизма, она... Луковка от церквей типа получается. И все ходили этого и не замечали, потому что стаканчики были подзолоченные, клизмочки были голубые и так далее. А тут кто-то взял, всего лишь делал черно-белую фотографию этого самого. Это появилась такая очаровательная пародия на церковь. Почему-то как... Стрелять не подобило ли такого пародийного состояния, вот эти рюмки с клизмами. А так, ощущение просто пародии на маковке церквей такое было восхитительное. И началась буря в стакане воды. И именно черно-белая фотография это сделала. Как это? Почему? Ну, это пример актуального искусства. Вы понимаете, да, что... Ну, перформанс тоже. Да, перформанс тоже. Это пример актуального искусства. Видишь, и опять же... Стрелять искусств это в вашем счете палитик. Нет, дело не в этом. Получается, что видишь, что... Не взнял. Твоя структуру объясняет так же, как актуальное искусство? Нет. Вот видишь, как бы есть, куда работать. Ну, а ты уверен, что я... Ну, пока... Может, ты-то нет, что испытываешь такое же наслаждение от стихов Мадельштана, как и от члена нарисована на литейном мосту. Нет, я же... Может, ты испытываешь такое же, не знаю. Я же и сказал про переживание. Я могу переживать, могу не переживать. Это другой разговор. Это в твоей структуре такое. Ну, актуальное искусство какое-то другое. Другое, да, я согласен. Квадратом Малевича... Обычно люди на него смотрят просто как на наслаждение Мадельштама, и не получается никак. А с другой стороны, поскольку он включен в определенный контекст, Малевич был определенным кем-то, его личность на это дело влияла, потому что сколько я могу квадратов нарисовать черных? Очень много. Они всего лишь станут всегда черными квадратами. Ну, я имел в виду в этом примере просто, что, так сказать, вот это простая фигура, да? Это, ну, да, простая квадрата. А это простая ритмика, да. Ну, а, так сказать, нет... Ну, в чем в квадрате точно, только это будет пространство. Тут, Саша, вами заняли за трону гораздо другой интересный вопрос. А что ж такое художественное произведение в сфиньере картины? Мы с музыкой и с этой штукой работаем очень хорошо. Ну, в том числе и... Ну, только из поэзии. А как работать с этим? Нет, ну, в том числе, как по картинам, в том числе, как и от «Барабанной дропы», в том числе, как Болеро Равеля, да? Когда там на протяжении 20 минут фактически одна тема... По-разному, ну, по-разному, да? Так сказать, да, но это захватывает там. А когда ты еще под это Болеро Равеля смотришь балет, то это вообще там, это зал потом начинает там визжать от восторга. Все при чем? Ну, да. Ну, да, и что это? Заметьте, что как бы в смысле телевизорных переживаний никаких проблем нет. Смотреть ли картины, слушать ли музыку, воспринимать не поэзии. Абсолютно нет никаких проблем. Нет, нет, нет. Профикус у тебя здесь некорректная постоянная вот эта отсылка, потому что точно так же можно темпорально воспринимать любой другой объект, помимо поэзии. Понимаешь, это любой другой темпоральный объект. Точно так же. То есть у тебя, на самом деле, во-первых, одна боковь действительно выявлена, правильно, что вот одна боковь ты сейчас указал только на темпоральный объект, и связал только с темпоральным объектом. А есть еще и пространственный объект. Так вот, у Балдачёв, помните, что он по этому поводу говорит? Балдачёв говорит, что у нас художественная творчество, то есть собственная картина, это когда распределенный темпоральный объект превращается в пространственный объект, он так разворачивается. Вот это он говорит про картину. Как с этим работать, тоже непонятно. Хотя интуиция, безусловно, красивая. Кто такой художник? Художник, который смысл заложен в темпоральных объектах, говорит Балдачёв, да? Человек, который умеет превращать в пространственные объекты. Самое интересное, что это такое переживание. Переживание – это обратное разворачивание пространственного объекта, это темпоральность, да? То есть обратное… То есть ты как бы… Есть шифрование, да, когда рисуются картины, и нечто темпоральное фиксируется пространственно. А есть обратное – расшифровка, да, как бы снятие вот этого. Снятие пространственности в темпоральность. Вот картина, вроде бы, и получается расшифровка. Картина расшифровка. Нет, картина же для другого, а не сама по себе, она же для другого, искусство всегда для зрителя, всегда для самого себя, это не важно, я думаю, здесь художник от зрителя ничем отличается. Нет, это понятно, слово зритель здесь имеется в виду для того, кто воспринимает, для воспринимающего, для воспринимающей стороны, и поэтому всегда есть шифр, который нужно считать. А переживание, ты говоришь, что это как бы обратный процесс, да? Нет, а переживание, обратно, просто снять, это пространственность. То есть у тебя есть некоторая пространственная структура, а ты превращаешь ее в тепло. Во временную, да, ты переживаешь. А как это так интересно? Ну ты переживаешь ее во времени. И вообще говоря, переживание, все, что ты сказал. Ну в этом есть, в этой интуиции определенную вещь, вот на самом деле, я же когда любуюсь закатом, да, до определенного года тебе пространственный объект, но у меня же есть переживание по его поводу, оно явно темпоральности характера. Причем, на самом деле, насчет темпоральности... Потом выхожу, ох, какой я это, какой я закат посмотрел, какой мне закат показали. Причем, что такое как бы переживание? Ведь переживание связано с нашей личной темпоральностью. И переживание, оно всегда переживание, вот как ты говоришь, засыпленное на самом себя, да, оно всегда связано с самосознанием. Мы не просто переживаем, да, как бы, а переживание, оно все равно находится рядом с самосознанием. Но вот всегда, как бы, как сказать... Конечно, мы можем переживать и без самосознания явного, но оно всегда как бы рядом находится. В любой момент мы можем осознать этого. Поэтому, вот, переживание, именно, а прежде всего, переживание бытия, это, вот, мне кажется, есть основа для того, чтобы объяснять наслаждение, любое наслаждение. Будь то искусством, будь то этапчиком, всем другим. Но у тебя же наоборот, что у тебя же переживание, это нечто прямо противоположное искусству. Нет. Нет? Он говорит переживание как о первичном чувстве. Да. Я так понимаю. Да, именно так. Есть некое чувство первичное, там, ты, как бы, ты, по поводу чего-то, да, объекта искусства, объекта природы, или так, чего-то, или чего-либо другого, можешь иметь некие его рода переживания. Эти переживания доставляют тебе наслаждение, без изъяна, именно без этого предыдущего недостатка. Нет никакого недостатка. Ты смотришь закат, не было у тебя никакого, прям, потребности. Ну, понятно. То есть, в акте видения я не только соотношусь с предметом, но и отношусь с вами в собой. Да. Именно так. В акте видения. Ну, я хочу сказать, что в любом переживании ты соотношишься с вами в собой. Конечно. И в акте слышания тоже. Да? Именно так. Я просто сам по себе, я не только вижу нечто, что мне нужно, но я просто вижу, и это уже есть наслаждение. Ну, это же все-таки не поэтическое наслаждение. Согласись? И поэтому я тебе говорю, что в твоем докладе не хватает именно специфики, вот именно поэтического наслаждения. Это не поэтическое наслаждение. Я понимаю. Я даже не могу это говорить, что… А специфика в чем тут? Сам по себе ходить, сам по себе бегать там за мячиком футбольным, на лечении, либо еще, или сам по себе смотреть, или что-либо еще. Поэтому тоже есть отношение с самим собой. Такое. Ты должен указать в чем специфика конкретно поэтической. То есть как бы… Да, да. А это дело уже именно эстетики, а не метафизики. То есть… Построим метафизическую модель, и ты должен указать специфику поэтической модели. Платон получается несколько не точен, потому что ведь в факте, скажем, наслаждения едой, да, я же не только утоляю собственный голод, но я еще и отношусь с самим собой. Да. Со своей способностью. Именно так, да. Конечно. Поэтому просто пожрать, грубо говоря, во-первых, есть утоление голода, а с другой стороны, наслаждение здесь больше, чем предшествующему страданию. Да, дело нечто, но есть понятие… А гурманы, а состояние голода я отношусь с самим, соотношусь, да, тоже. Нет, а гурманы, которые уже пошли дальше, да, вот, некая чрезмерность там, ложи какие-нибудь качающиеся там, и проще, и проще. То есть здесь есть куда двигаться дальше. Изысканность блюд. Изысканность блюд, там, красота сервировки и прочее. Ну, это другое уже, это уже другое. Нет, гораздо интереснее сам факт, когда я просто голодаю, получается, что в Афиге голода, помимо страдания, есть наслаждение. А наслаждение состоит вот в переживании самого себя, присутствующего человека. Да, да. То есть я когда голодаю, я очень голодаю, совсем голодаю, но тем не менее я живу. Может быть, человек испытывает наслаждение, когда видит что-то совершенное? Когда стихов Пупкина, ты не получишь наслаждение? Ну, это люди так тоже некоторые думали, но не знаю, насколько они совершенны. Ну, почему? Просто совершенствуют. Вот, знаете, что... Вот можно я так говорю, что из стихов Пупкина, получается, наслаждение в том, что в их несовершенстве или в их глупости? Ну, как голоди, получается, да. Вот это надо говорить. А я хочу сказать, что про стихи Пупкина... Вот, смотрите, хороший пример Валя привел по поводу актуального искусства. Представляете, мне читают некоторые стихотворения, говорят, это Пупкин. И говорят, фу, какая гадость. Они, не, мы пошутили, это Мандельштам. Я говорю, у-у-у-у. И в этом есть актуальное искусство, понимаете? Именно вот в этом. То есть, как я тут же отнес одной и той же строчке к некоторому поэтическому контексту, то у меня сразу же впечатление отмечается. Сюда каждый влюбит в свете. Пофиг. Смерть влюбит черно-белым. У-у-у-у. Знаешь, похоже на то, как мне даже задали вопрос, а кто ваши, типа, предшественники, где вы это прочитали? И не могли бы вы ссылки дать на эти источники? У него же сказал, да, вообще-то, я говорю, я не знаю, где прочитал. Уже ничего не помню, как-то так сложилось, непонятно как. Потому что если бы я сказал, что это Аристотель вообще-то или Лидер, он сказал, ну, тогда можно слышать. А если ты какой-то, условно говоря, я какую-то Пупкину выдал это, то это неинтересно. Потом интересно, что трудно сказать, что наслаждение наше, когда мы испытываем чувство голода, оно имеет дело к нам, как к некому темпоральному объекту, да? Оно как бы отношение с самим собой, но это отношение с тобой не темпоральное. В лучшем случае хрональное. Ну, если мы же, мы же тоже, ты же сам начал сказать, что мы являемся, каждый из нас являемся топоральным объектом. Как же тогда хрональное? Ну, а непонятно почему, когда... Я просто понимаю, что это твоя, как бы вообще, твоя парадигма, не знаю, беда изъем, там, ты все хочешь машинизировать, как бы. Хочу. Вот и здесь тоже самое. А здесь нет. И все очень сложно. Потому что с сознанием вообще очень много аспектов. Там и творчество, и совершенство там. А я вот хочу, чтобы у меня было несколько простых схем, да. А что-то Игорь тогда не сказал, что здесь какая-то таблетка заглатываешь, и поэзия не нужна. Да. И то же самое. Я это не сказал, но я вот сейчас говорю, я об этом постоянно думаю. Смотрите, вот мы являемся, каждый из нас является темпоральным объектом. И да, и другие какие-то есть темпоральные объекты. И вся проблема-то состоит в том, как мы соотносимся. Вот я субъект, я темпоральный объект. Я воспринимаю другие темпоральные объекты. И проблема-то состоит в том, как вот это возникает, и каким образом один темпоральный объект может отнестись к другому. Не так получается, что есть какие-то объекты темпоральные, да, и как будто бы все понятно, как происходит их восприятие. А проблема состоит в том, как вообще два темпоральных объекта, один из которых объект является, а другой является субъектом, могут соотнестись. И что результатом этого соотношения является. Я утверждаю, что хранальное время — это и есть то время, которое является результирующим временем в результате соотношения разных темпоральных объектов. С одной стороны, правильно, было бы так сказать, с одной стороны, темпорального субъекта, а с другой стороны, темпоральных объектов. То есть, хранальное время — это не просто нечто такое, что надо элиминировать и говорить в те времена как темпоральности. На самом деле хрональное время это есть результат темпоральности, понимаешь, результат отношений к темпоральности. Поэтому когда ты говоришь, что это переживание находится как-то в хрональном времени, то это на самом деле ты что высказываешь? Ты просто высказываешь что? Что хрональное время есть результат отношений к темпоральным времен. Это отношение темпоральных объектов, надо правильно было так говорить, некое результирующее, а именно отношение, еще раз повторяю, темпорального субъекта с темпоральными объектами. Так что здесь твое высказание даже, возможно, именно и правильное. Может быть, нет. Не знаю. Надо подумать. И логика в чем состоит, если теперь говорить о сознании? Вообще, я давно уже держу в голове такую мысль, что сознание есть темпоральный объект. Для меня это как бы и с самого начала было понятно, когда вообще был введен этот термин темпоральность. Я раньше просто в других терминах это же самое высказывал. Что сознание есть нечто во времени протяженное, не точка, как у Гегель говорится, а нечто во времени протяженное. Это как бы самоочевидно. Именно поэтому сознание не может воспринять ту же другую точку. У Гегель, как получается, феноменологи духа в голове чувственная достоверность. Что сознание, с одной стороны, этот является точкой, воспринимает это, которое точно так же является точкой. Но ведь это неправильное описание. Да, конечно. Потому что, с одной стороны, сознание является протяженным, и, собственно, раз оно протяженное, то и воспринять оно точку никакую не может. Точно так же. Почему не может точку? Может? Еще раз объясняю. Потому что оно само протяженное. Не само протяженное. Оно может мерить вот этими своей темпоральностью, мерить другую темпоральность. И для нее вот эта своя темпоральность есть, если так можно выразиться, точка. Ну, а эта точка протяженная. Вот у тебя есть минимум, как Игорь начинал с этого, некий минимум атом, да, некой твоей личной темпоральности. И ты можешь мерить только этими атомами. Ты меньшую темпоральность воспринять, то есть большую темпоральность воспринять не можешь. Понимаешь? Ну, здесь надо, сейчас как бы я не готов в полноте своей, как бы, описать. Какая там протяженность? А знаешь, почему у сознания есть темпоральность? А потому что вообще возможно воспринимать мелодию. Мелодию, если бы у нас не было темпоральности, то для нас мелодия была бы просто каждый раз одна нота. Вот по этой схеме, да, вот одна, вторая, третья. И мы бы не воспринимали мелодию как нечто целое. Но поскольку мы можем мелодию как целое воспринимать, значит, у нас есть протяженность во времени. Значит, мы вместе... Несмотря на то, что одна нота звучит, одна нота отзвучала, а другая еще только будет звучать, у нас есть как-то восприятие целостности. И мы мелодию именно как мелодию воспринимаем, как отдельные ноты. Значит, у нас есть наш темпорализм. Другое дело, главное вопрос, как мне кажется, здесь, который как раз не выяснен. Каким образом темпорализм субъекта соотносится с темпоральностью всех других объектов? Ну, в этом мы поговорим в второй части сегодня, когда мы говорим о квантомеханике. Спасибо.